МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обратите на нас внимания! Нам нужны дороги! Ни скорые не поднимаются, ни пожарные не поднимаются, никто нам не поднимается. Это обращение к нам в редакцию отправили жители села Партизанское Симферопольского района. Из-за разбитых дорог зимой в село отказываются заезжать даже машины скорой помощи. Невозможно, особенно с детьми. А пожилым людям, если еще дороги замерзнут, то вообще идешь и катишься вниз. Это скользко, по камням эти. А машины вообще не поднимаются. Скорая помощь, если заболеет, то вообще не приезжает. Это надо снизу тащить на какой-то другой машине. Мы сами деньги скидывали, чтобы дороги нам сравнивали. Вот это гравер. Дороги у нас никакие. Летом тоже очень тяжело ходить. А зимой можешь провалиться и упасть, ногу сломать. Если сильный ливень идет, даже по нашей улице невозможно пройти, по колено вода бывает. Название села «Партизанское» подтверждает его героическую значимость. Улица братьев Гнатенко названа в честь мальчиков, зверски замученных фашистами в годы войны. Жители просят уделить должное внимание и, наконец, построить дорогу. Улица безобразная. Страшно пройти, можно сломать ноги. О каблучках и туфельках мы забыли. Мы можем только ходить в кирзовых сапогах, либо в альпинистских ботинках. Село расположено в горной местности. По этой улице проехать могут лишь внедорожники. Руслан Байбуганов ежедневно вынужден маневрировать так, чтобы его грузовик не перевернулся. Это невозможно ездить. Тут ходовка не выдерживает, ремонты машин бесконечные. Одним словом, это не дорога, а мучение какое-то. Главные улицы поселка – Богдана Хмельницкого, братьев Гнатенко и Сумская. Протяженностью полтора километра все они нуждаются в срочном ремонте. Люди обращались в администрацию и прокуратуру. Нам дорогу в 2020 году отсыпали 300 метров. В 2019 году приезжала Ищенко, она тогда была председателем сельского совета. И она нам пообещала, что на 2020 год были заложены бюджетные деньги уже, что будет вам дорога, асфальтная была положена. Но ничего не сбылось, так и осталось это на словах. Не раз дорога оказывалась непреодолимым препятствием для похоронных церемоний. Простояли вот здесь, возле моего дома, целый час. Так как они не могли проехать, то есть не могли своего покойника повезти и захоронить достойно. Вычисли из дома лопаты, щебенку свою рассыпали, заделали и они проехали. В администрации Симферопольского района пообещали сделать текущий ремонт на улицах ведущих кладбищу. Также сообщили, уже с 15 марта на дороги выйдут рабочие. В целом развитие идет и очень много денег выделяется. По партизанскому было большое внимание уделено еще с прошлого года. Конечно, много дорог было не оформлено. На сегодняшний уже часть, большинство мы оформили, часть дороги находится на проектировании. Вот в ближайшее время тоже будет выходить. Если у вас возникла проблема и вы хотите, чтобы о ней узнал весь Крым, звоните и пишите нам. Номер телефона и адрес электронной почты вы видите на своих экранах. София Шукурова, Эдем Садикова, Сан Ибрагимов, телеканал Меллет, Симферопольский район.